сегодня у нас беларусь 57 59 года примерно выпуска значит как всегда не держание колков некоторых поэтому мы прибегаем гафрокартонную шину вот картонному сейчас его можно так ближе показать то есть вот я взял 3 миллиметровый картон заготовил вот промял ее с помощью пинцета и буду демонстрировать вам как работать то есть у нас хорошо у нас верхний колок я сейчас показывать допустим пытались его а а м м то есть такой колокон аккуратно значит помощь тибару тибар ключа Большое, можете, можете мало. Отворачиваем потихоньку грани, чтобы не повредить. Вот я взял пару оборотов. Вот здесь с помощью специальной отвертки я снимаю в конец струны. Принципиальным моментом является, здесь вот нужно, когда мы сняли, вот видите, если можно показать, чтобы обязательно там не установлено, вот так вот ушел. И теперь очень аккуратно некоторые критикуют то, что мы очень варварски подходим в плане выкручивания. Нет, я вот аккуратно при помощи киба-ключа не разрушаю поставочное место. Вот грани здесь слабые на самом колке. Может результат того, что его настраивали очень давно. Не знаю, даст ли нам изображение. То есть я, видите, очень не спешу, аккуратно заворачиваю наш колок. Вот, вот даже, видите, я сейчас убедился, то есть излишнее давление привело к тому, что можно будет продемонстрировать колок у нас даже неровный. Несколько неровный. Вот он постепенно, значит, идет на швы, доста при помощи малого. Кручим, выкручиваем. Принципиальным моментом, я повторюсь, является тот, что значит правило, что потянут и выкручиваем колок, струна должна быть оставаться на колке. С чем это связано? Дело все в том, что тогда, если мы хоть выпивать будем, хоть вкручивать обратно, да, колок, все равно он у нас, струну потом будет практически невозможной. Это я уже на личном примере. Вот, колок у нас показался. Показался, вот он уже вывернут. Вот. Так, как я чувствую, что все-таки, вот видите, по писке, вот уже, видите, посадочное место тоже. Вот я его вытащу. Не знаю, камера даст нам разрешение или нет. Вот его, видно, что немножко есть. Небольшая деформация. Так вот, теперь мы покажем вот эту пробку саму, да, так называемый буш в английской транскрипции, втулочка. Вот она сработана, нижняя часть, поэтому он нас не фиксирует. Что мы делаем? Вот я уже предварительно гофрокартонный шин устанавливаю. Очень аккуратно. Вот осталось у нас ничего страшного, он потом отрежется. Теперь заправляем. И таким же макаром. Вот, кстати говоря, конечно, камера нам не дает разрешение, он практически не нагрелся. То есть я очень медленно его сравнительно. Вот теперь постепенно нужно дать ему, чтобы он пошел там, только как ему нужно. Вот, понимаете, вот этот момент, он тоже важен. Вот сейчас шин вроде наверх пошел. Ничего страшного. Разложится там и своим конечком. Сейчас мы даже при помощи пинцета, я вот так вот его удаляем. Все. Теперь вот я беру, я уже вижу, что он, видите, вот ровненько пошел. Струна у нас стоит. Да. Теперь я насаживаю большой кабар. И очень, то есть, вращательными движениями, очень быстро направляю его обратно. Ну, сейчас я немножко ускорю процесс, чтобы вы можете чуть-чуть медленнее все это делать. Вот. То есть это... Главное вот еще тоже, сейчас если вы слышите хорошо, то не слышно попискивание. То есть, бывает то, что количество 3 мм в 2,5 картона, это недостаточно. То есть, когда даже вкручиваете вы колок при помощи тибаров, вы все равно слышите, что идет посторонний. Сейчас у нас только вот звуковой эффект, это струна по грани колка бьет. Вот практически до половины мы уже что, вернули. Немножко сейчас быстрее иду, чем нужно. Так, в обычной жизни можно дать еще минуту-другую, так сказать. А в основном диапазоне надо более тщательно прибегать ко всем операциям. То, что я говорю. Почему? Потому что оборвать басовую струну на инструменте такого класса вы не сможете установить. Так, вот практически мы уже на месте. На месте сейчас чуть-чуть я еще позволю себе где-то, наверное, под несколько минут затянуть. Вот, видите, струна, если сейчас видно, она уже в отверстие прямо сама попадает, то есть просится. Вот еще один я сделал, еще одно вращательное движение. Что происходит в момент того, что мы делаем? При вкручивании, при вкручивании, прокладка наша мнется, безусловно, так как она по материаловедению, если рассматривать. Вот сейчас момент, я попал, можно вот отсюда показать, а то отсюда вот, видите, что в отверстие я попал. И вот теперь, смотрите, я досылаю его, досылаю, потом я, вот видите, я досылал ее, потом я буду еще распределять. Так, сейчас немножко сюда не пройду. Сейчас я при помощи малого типара установлю, как они должны быть, колечки. Вот, видите, вот если видно, вот я их сюда чуть-чуть и пошел. Вот, видите, у нас немножко окошко осталось между, вот я его при помощи отвертки, вот, видите, я досылал. То есть, практически она у нас что, стала. Все, теперь я буду, так, вот наколок подеваем, сюда немножко спаджатик в сторону, сюда ее, чтобы вот не было здесь. Вот у нас сейчас получилось, расстояние практически, колечки не расползаются по колку. Это принципиально, потому что в противном случае, если они не будут друг дружки рядом, то строить такой колок тоже не будет. Все наши потоки будут беспочвены. Вот, видите, никак он не хочет вставать. Вставать, вот теперь, а теперь, как мы будем, аккуратно я вот насаживаю и оттягиваю сбоку. Вот, дотягиваю. И тихонечку, то есть, вот сделали такую операцию, чуть отдохните, да, что вот он немножко встал, вроде как. Еще немножко. Вот, если вы слышите, сейчас у нас две струны вторая, вот это ля-бемоль, дают правильный тон. Чуть-чуть ниже, да? Ну, давайте чуть-чуть. Встанет он, постоится он на дереве сейчас. Чуть выше, если слышите, да? Так, как тут у нас струна рабочая. Слышали это, да? Два-три биения в секунду еще раз. Так, вот, видите, осталось некрасиво, что у вас не было, что вы ремонтировали. Обязательно, аккуратно, при помощи пинцета удалите. То есть, что можно сказать? Если сейчас вам близко показать. Вот у нас в хорах вот этот колок, и вот ремонтировали. Разве можно сказать, что мы ремонтировали? Нет. И самое главное, теперь снимайте меня. Самое главное, что мы при помощи гафрокартонного шильма, установив его, избежали больших затратных работ, то есть, новый колок не покупали. Не разрушили посадочное место, молотком мы не били, да? И, как говорится, вот он у нас. Точно звучит. Спасибо за внимание. Встретимся на экране.